Дом действительно получился очень колоритным, особенно внутренняя отделка подъездов. Проектировщикам хотелось передать дух исторического места, ведь здесь жил и сам князь Голицын. Меня переполняет гордость, что в нашем городе, в котором я проживаю со своей семьей, открыт замечательный современный жилой комплекс князь Голицына. Я хочу пожелать жителям, чтобы они вливались в тот процесс, в процесс становления нашего исторического и культурного центра города Голицына, чтобы со своими идеями организовали интересные площадки, интересные подъезды, чтобы они несли интересную программу и развивающую, и обучающую не только для детей, но и для жителей. У многих собственников ключи уже на руках, в квартирах полным ходом идут ремонтные работы. В скором времени жильцы отметят новоселье. По традиции, ключ от дома был передан главе города Голицына. Так, ключ от дома. Получаю, пожалуйста, приятно. Мне очень приятно, как главе города, принимать дебютный ключ, долгожданный ключ от, скажем, этого дома. Мне очень приятно видеть вечером горящие окна в этом доме. Мне очень приятно понимать, что вот эта компания, с которой мы работаем, она является гарантированной компанией. Первый запуск – это залог того, что второй запуск будет в такие же сжатые сроки. Я от всей души хотел поблагодарить руководство компании «Князь Голицын», Самохина Сергея Ивановича в первую очередь, Котова Геннадий Игоревича, за то, что они в сроки сдали дом, запустили, и Голицын растет, развивается с приходом новых жителей. Жилокомплекс «Князь Голицын» во многом экспериментальный. Впервые застройщик практически все материалы, из которого построен дом, закупал на месте, где велось строительство. Кирпич, бетон, рабочие инструменты и многое другое – все это нашлось в Голицыно. Дом у нас сделан практически весь из местных материалов. Местный бетон, местный кирпич, ну, наверное, арматура только не местная, а так все у нас свое, окна местные. Поэтому я считаю, что мы работаем как раз по импорту замещения. У нас все местное, все свое. Я думаю, дом получился очень качественный, нехороший. Хочу пожелать всем нашим дольщикам и жильцам, которые заселяются, уже делают ремонт и начинают заселяться, жить, чтобы в этом доме им было уютно и тепло. В первую очередь дома завершена еще и идут работы по благоустройству территорий. Для удобства жителей построен подземный паркинг. Скоро появятся во дворе детские спортивные площадки. Застройщик постарался учесть все пожелания и потребности собственников. В доме находится подземный паркинг на 300 с небольшим автомобилем. Лифты опускаются непосредственно вниз. То есть человек заехал, поднялся на первый этаж. На первом этаже расположен будет супермаркет, либо перекресток, либо атак. Ресторанная зона, зона развлечений. Системы социального обеспечения. Это химчистки, прачечные, туристические агентства, банки, страховая компания и так далее. На втором этаже шестой секции расположен детский сад на 68 мест. Также еще на первом этаже расположен медицинский центр. То есть для людей максимально комфортно должно быть проживание. Кстати, первый собственник получил в день открытия жилого комплекса «Князь Голицын» сертификат на два года бесплатного паркинга. Мария Шматкова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».